Это библейский портал Экзегет, и постараемся ответить на вопрос, поступивший, надеясь, его понимание пригодится абсолютно любому человеку. Как радоваться, несмотря ни на что? Радоваться, несмотря ни на что? Уже задающий человек, он понимает, что действительно христианину нужно радоваться, несмотря ни на что. К этому призывает нас Господь. Мы должны пройти через радость в жизни временной, полные искушений, скорбей, снесением своего креста, который нам надо взять, чтобы пойти за Христом, и наследовать жизнь вечную. Но как же этого добиться? Как вот это пройти? Поэтому тот, кто задается этим вопросом, уже, конечно, большой молодец, и какую-то часть пути, часть осознания, что радость за задачи христианиного человека уже проделал. Однако нам, на самом деле, даны очень такие простые советы, точка отчета. Вот апостол Павел пишет филиппийцам, что радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Радоваться, о Господи, в этом мире, если у нас будет источник радости только что-то здесь, в этом мире, возможно, даже не какое-то материальное богатство, а просто, ну, например, человек живой, там, наш супруг, например, без которого мы жизни вообще не мыслим. Все равно, может, супруг умрет, мы живем дальше. И если это будет нам только источником радости, человек может впасть в уныние и потерять спасение души, и в Царстве Небесном со своим супругом, увы, не увидится. Если же человек, прежде всего, конечно, по ходу своего жизненного пути Господь дает нам все необходимое, чтобы опереться на радости, дает нам вот хлеб тут насущный, который вот нам нужен именно на сегодня, некоторый запас укреплений сил. Но самое главное, чтобы был постоянный источник опоры. Сам Господь Бог, Бог Всетержитель, если мы радуемся о Господе, если мы Его прославляем, если мы связаны с Ним молитвой, то как бы под нашими ногами не уходила земля, нам всегда есть за что уцепиться. Именно поэтому и мученики, хотя мучились, страдали, боялись, радостью были исполнены. И преподобные в пещерах отшельнических, терпя много лет такие испытания, даже не как мученики, раз, потерпел, и все уже потом, а действительно, проходя и через искушения Бесовские и так далее, тоже эту радость сохраняли. Радость сохраняется, потому что в основе ее лежит сам Господь. Тоже, конечно, напомню, что некоторая инструкция по радости у нас содержится в заповедях блаженства, но все-таки можно сказать, ой, батюшка, ну нам бы что-то попроще, как-то высокодуховное, а как вот с чего бы начать? Ну, как мы помним, благовестие начинается до Нового Завета, еще и Светхий Завет, и в заключении хотелось бы зачитать коротенькую фразу из притчи. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Поэтому надо запомнить, если, как бы тебе не было плохо, если ты будешь унывать, просто даже кости рассохнутся, а если все-таки, несмотря на то, что все вокруг плохо, сердце твое останется веселым, ситуация куда легче будет исправить. Продолжение следует...